На устричной ферме на берегу Телегула стартовал новый туристический сезон. Сама дегустационная палатка немного изменила локацию и расширилась. Теперь здесь могут провести экскурсию для ста человек. Первое, что бросается в глаза – сам лиман. Это уже не изнывающий от высыхания водоем. Волны не отличишь от морских, восстанавливается и экосистема. Дали новую жизнь лиману, так как, к сожалению, менялась и климат, и все остальное. И лиман, по сути, он уже высыхал. Поэтому буквально 2-3 года назад, когда начали запускать воду сюда, с Черного моря, открыли новые шлюзы, построили. Поэтому, конечно же, это все восстанавливает сейчас и живность, и саму природу. Получившая популярность в прошлом году устричная ферма стала также объектом различных проверяющих структур. Несмотря на легальность предпринимательской деятельности, к фермерам раз за разом за данью наведывались доброжелатели. Были попытки захвата, то есть это можно будет посмотреть в интернете, это все есть. И, слава богу, есть люди, которые нам в этом очень сильно в вопросе помогли. И было заседание, как все знают, с Порошенко. Это был рыбнадзор, да, якобы, но там были вмешательства с высшей структурой. То есть я же не буду сейчас называть там никаких имен, фамилий, да, и должности. Это было высшее. То есть рыбнадзор – это так, как надо знать людям, якобы, да, а вообще это было вмешательство для захвата. В ситуацию пришлось вмешаться даже тогдашнему президенту Петру Порошенко, который в Николаевской области провел очную ставку с представителями бизнеса и проверяющими структурами. Если есть повреждения, дайте возможность их исправить. Не занимайтесь беспределами. То, что вы выучили там тысячу или две тысячи устриц – это беспредел. И этим заниматься не можно. Если вы хотели, чтобы они сберегались, они пропали или нет, вам повернули этих устриц? Навещо? Вы платите податки? Он платник податков. Он за рахунок коштей платников податков отримает вас в том числе. И меня, если хотите. И в этих условиях нам нужно повернуться обличчем до бизнеса, а не на впадь. Набадки прекратились, а само предприятие продолжает выращивать уникальный для Украины продукт. Об экспорте говорить пока рано, но потребности внутреннего рынка ферма обеспечивает еще увереннее, чем в прошлом году. Ферма, она же не просто ферма, мы кинули рекламу, мы захотели выращивать устрицу, мы открыли ферму и рекламируем свой продукт. Нет. Самое первое, это важно, это опять же таки берется почва, берется на исследования, или вообще возможно этот продукт выращивать у нас в Украине. То есть это вот самое-самое главное. Второй момент, это то, что идет опять же таки неусловная договоренность. Есть подписанные официальные документы, да, которые мы просто арендуем кусочек вот лимана, где мы выращиваем нашу устрицу. Мы за это платим государству деньги, мы платим опять же таки все ПДВ и все остальное, да. И второй момент, опять же таки, что немаловажно, это то, что мы с каждого нашего гостя-посетителя, мы еще платим там какой-то процент в экосбор. Пожелание к органам местной и государственной власти, законодателям и проверяющим одно – не мешать. Впрочем, украинские предприниматели просят об этом последние 20 лет.